На днях в серьезном испытании устояла противовоздушная оборона исправляющей колонии номер 54 в городе Новая Ляля. Она, согласно нынешним тенденциям на линии противостояния, должна была подвергнуться атаке с воздуха и бомбардировке с применением беспилотной авиации. А ни истребителей, ни противодроновых ружей, как назло, на вооружении защитников неприступны изнутри. Антикрепости Гувсин не оказалось. Зато сработали традиционные превентивные оперативные наземные меры, и враг был взят еще на подступах, не успев взлететь и сбросить несколько бомб с запретным телефоном и татуировочной машинкой, в том числе. Информацию о готовящемся налете по своим каналам добыли сотрудники оперативного отдела ИК-54. Именно так стало известно, что нетрадиционную посылочку с воли ждет некий С, посаженный в Новую Лялю за сбыт наркотиков в крупном размере. Только на этот раз разжиться он был должен не наркотой. В минувшее воскресенье, под покровом позднего вечера, рядом с дорогой, соединяющей зону с Серовским трактом, был задержан оператор квадрокоптера без отрыва от земли. В машине 33-летнего вольного жителя Серова, кроме квадрокоптера, нашли 4 тщательно слепленные бомбы, одна из них с сердечником, ура, новым сотовым телефоном. Ну а в других два зарядных устройства, две гарнитуры, две сим-карты и одна машинка для нанесения татуировок. По статье 19.12 КУАП, пилоту-беспилотника строго грозит штраф аж до 5000 рублей с конфискацией, но, к сожалению, не квадрокоптера, а только предметов, запрещенных в колониальном обороте. КУАП, пилоту-беспилотника строго грозит штрафа, а только предметов, запрещенных в колониальном обороте.